Девушки отдыхают Может быть Темплар Ассасин Которая могла бы Хоть что-то здесь Переживать и выдерживать Может быть Может быть Не знаю Я за ТА тут Руками-ногами Для Резолюшена Посмотрим 25 секунд В Эмпайр на пик Квапа Все-таки Квапу забирают Эмпайр Ну и теперь будем смотреть Я думаю, что Акс Заберет себе Акса заберет себе Йоку Скорее всего Сайлент Тролль Варлорд Резолюшен Квин оф Пейн Always One of Life Венжи Фулл Спирит Да, так и есть И Лина Для Лоха Дэнса Со стороны команды Клауд Найн Тернал Энви Забирает себе Гирокоптера Бон Севен Идет в сложную На Магнусе Фата Мидлейн Зевс И Шейкер Вместе с Леоном Будут у нас Саппортить Да Если Эмпайр Попадет под молотки Команды Клауд Найн Мало вообще Я думаю Шансов будет Пережить этот рассказ Рассказ действительно Чудовищный Поэтому Лучше держаться Где-то подальше И Более пяти В кучу не собираться Это Дота тут Пятером не собрался Тебя развалили Пятером Так что Да Ситуация скользкая Для Эмпайр Посмотрим на реализацию Ну по лайнам В общем-то Для команды Эмпайр Все относительно Неплохо Сайленту Возможность фармить У Сайленту Возможность фармить Есть И какой-то Спейс Крейтинг Смогут смело Организовать Игроки команды Эмпайр Для своего Майн Керри Да и просто Стоять например На линии против Магнуса Не проблематично Мана рано или поздно У нас заканчивается У Бон Севена И там Сложный Бон Севен Не должен сильно Напрягать Команду Эмпайр Ну так Сколько могу Я же могу Перематывать Все это Да Конечно я могу Перематывать Все Гоу Музери Он же Мизери Пишет Гоу Все в принципе Все готовы Все подключились Резолюшн в игру Ворвался Нет Проблемы Проблемы Сколько будут Эти проблемы Как хорошо Ребродкастить Просто перематываем Перематываем Перемотали А сидел бы В прямом эфире Сумапс ходил Что говорить Как развлекать Зрителей Что придумывать О чем вести речь Все перемотали Команды вышли у нас С хайграунда Спускаются В игроки Команды Клауд Найн В лес Эмпайр И Алоха Дэнс Идет первый Как бы неприятности Муж здесь не нажить Этернал Энви Тоже в принципе Относительно Первый стоит Магнус Близ Калоха Дэнс По моему Что-то увидел И бежать отсюда Все Сайлент уже прокликал У нас по Леону Да и по всем Понимать Что их обходят С двух сторон Ну надо валить Отсюда Эмпайр Подставляться Никоим образом Нельзя Они здесь Втроем И файтиться Втроем Против пятерых Это вообще Перебор полнейший Постояли Потанцевали Какой-то танец Два шага вперед Два шага назад То одна команда То вторая Расходятся по своим лайнам На топ лейне У нас Резолюшн Рума уже ждет Здесь же у нас Йоку на аксе Ну и перемещается сюда Этернал Энви Не думаю Что по шансам Сейчас Гирокоптеру Файтиться Против Резолюшна Да еще и Против Йоку Пошел у нас От Гирокоптера Рокет бараж Йоку не боится Йоку готов Файтиться Резолюшн Проседает по хп Очень сильно В итоге Резолюшн Забирает баунти руну И проседает на фулл хп Офигенная Офигенная дорогая руна Для резолюшна Получилась Сразу все Все эти деньги В банку и влил Резолюшн Ну зато поднял Немножечко экспы Стоило ли 100 экспы Минус 400 хп Не думаю Ну там ситуация Такая была Что уже Назад сдавать Смысла никакого Дэмэдж все равно Резолюшн получал Поэтому можно было Побороться и за руну Ну и выиграл Лохаденс накаляет здесь Фату потихонечку Он просто обычными ударами Лохаденс Исполняет здесь роль Некой вообще Доставучей какой-то Осы или пчелы С Фаты не слазит Тоже продамажил Не хуже чем Резолюшн У нас Напрягли На топ руне Ну атомстил За своего Мидлейнера И Зевс в итоге У нас еще и без маны Фата с нижней Молнией И он даже Ее не может Произвать Маны просто-напросто Не хватает Резолюшн уже сейчас Мог бы вгрызться Фату нет Есть ботл для Зевса Отпивается Фата Курьер здесь Курьер будет обузиться Одной бутылкой Здесь не справится Тут одной бутылкой Да Не разобраться Бон Севен Уже второго левела Шоквейв есть Скиуэр есть Сайлент пока что Стоит в соло Против Бон Севена Алоха Дэнс Олесу на флайн На лайн не выходят Как выйдут Проблемы будут для Бон Севена В это время Йоку Поджигает у нас Мизери Наваливает по спине Забирает еще и Крипов Забирает фар Ну Йоку не по шансам Гирокоптер сюда уже Смещался Этернал Ленви Я думаю через Рокет Бараш Развалил бы Акса Без вопросов Обходят спину Акса Ноутейл в инвизи Нет не в инвизи Под смоком Ну Йоку здесь Огромнейшей беде Йоку в итоге У нас стопят Ну и Этернал Ленви Через Рокет Бараш Разваливает Акса 1-0 Для команды Клауд Найн Забрали На сложной Йоку И это уже Неприятность Для Эмпайр Они не должны были Вообще В ранней игре Умирать Критично Абсолютно Давать левел Команде Клауд Найн Как только появятся Все ульты Будет Вообще Дикая боль Для команды Эмпайр Их сметут Мне кажется Просто как Не знаю Как крошки со стола Эмпайр Не такие живучи Здесь Лина будет Без вопросов От раскастов Умирать Венжи Фулл Спирит Та же история Акс у нас Еще раз подставляется На топ лейн Еще одна фиссура От Ноутейла Как удачно Здесь Акс Встряет В второй раз Два фрага Уже сделали На сложной линии У Йоку беда У Йоку полнейшая беда Йоку надо что-то делать Что-то думать Здесь оставаться нельзя Еще один такой выход От Ноутейла И опять умрет Йоку Это же не сложно Совершенно Аксу куда-то надо деваться Например в лес идти Ну и Йоку Судя по тому Куда он направляется Скорее всего Отправится в лес Сам себе настакать Или кого-то Напрячь Пусть стакают И фармить здесь Транквилы купить Выкладывать Фармить Фармить Выкладывать Все И собирать себе на даггер Таким образом Подходить на линию И просто-напросто Фидить гирокоптера Ну согласитесь Перебор полнейший Это хорошо Что Этернал Энви У нас еще фраги Не забирал У него только два асиста У Шейкера Тоже ничего нет А кто там убийца Леон У Леона 2-0 Хитрозады Мизери У Резолюшен Бон Севена нет Теперь можно его ловить Теперь можно его ловить У гирокоптера При том что в лесу Намудрился Подформить у нас Этернал Энви На мид лейн Выходит у нас Шейкер Так гирокоптер Просел по ХП Но это все в собственном лесу Да Что-то рано я запаниковал Резолюшен Уже Соник Вейва Always on a Fly Через Несколько секунд Будет стан Можно попытаться Застопить здесь Фату И развалить его Не выходит Always on a Fly В принципе это Рейндж каста небольшой Поэтому до Фата Еще попробую дотянуть Фиссура пошла в Резолюшен А верхняя от Фаты И ульта от Фаты По Резолюшену Минус Queen of Pain 3-1 Клауд-9 Начинают валить Первый ульт От команды Клауд-9 Проюзанный Минус Мидлейн Герой У Этернал Энви Тоже есть шестой левел Есть ульт Есть шестой левел У Сайлента Пока что Батл Транс Не качал Здесь Фервор качает Тролль Варлорд На 2 Пока что в принципе Не очень-то ему и нужен Этот Самый ульт Always on a Fly у нас Встреет под Фату Стан На входе Фату Ну и Квапан На Ноутейла Минус ноутейл От Резолюшена Дальше за Фатой Хаста еще будет очень долго Бежать нет смысла В итоге атака От команды Клауд Найн Закончилась смертью Саппорта команды Клауд Найн Йоку С Транквилл Бутсами А почему не выложить Непонятно Сильно проседает По ХП Йоку Здесь большая пачка Крипов И немало денег Сконцентрировано Но теперь надо ждать Пока отхилится Йоку Или Берсеркер Колл Юзать Выкладывай Транквилл Юзай Берсеркер Колл Дерись Эмпайр Тысяча по золоту И по экспириенсу 600 Ну и в это время Воспользовались Клауда Тем что у нас Йоку Ушел В лес Фармить Бон Севен Скорее всего От Резолюшена Здесь отъедет Идет отдаваться Эншентам Не только хитрозадый Мизери Тут и Бон Севен Не менее хитрозадый Просто топ 2 Вообще Как минимум Развалили В итоге у нас Крипы Магнуса Никаких фрагов В себе Эмпайр Не заработали Йоку Продолжает Умирать В лесу Все что могу сказать У Йоку 50 хп На соплях Просто уходит отсюда Йоку Еле-еле живой Алоха Денс Тоже в лесу Тоже против крипов Но тут парахетичные Крипы Ну и Алоха Денс Будем откровенно Парахетичнее Чем Акс Все-таки Лина У нас не танк И стоять танковать Крипов Крутиться Лина не может Эмпайр теряет Своё преимущество По золоту До 250 Скатились А теперь еще и вниз После обновления Ну и по Экспе тоже По голде Точнее Вниз ушли В пользу команды Клауднайн По экспе 250 В пользу Эмпайр Но это вопрос времени Потому что графики Видим Ползут вниз Сайлент За всех пыхтит На легкой линии 57 на 29 За 8 минут В принципе Неплохой Крипстат Бон Севен Ловит у нас Шадоу Страйк От Резолюшена Еще и Сайвен Сюда подошел Резолюшен Забирает этот фраг Квапа Забирает Второй фраг Для себя 4-3 Эмпайр Впереди По итогу Этого файта 360 Зарабатывает Империя И 450 По экспириенсу Придиенс Миддл Тауэр Саппортов Команды Эмпайр Мув на Миллион Долларов От Леона Подкоп Просто Вообще С нереальной Скоростью Как Мизери Это сделал Непонятно Ну я уже Обсуждал И Оговаривал Как у нас Мизери Все делает Очень круто Мизери Отыграл На 5 с плюсом И появляется У Леона Даггер Девятая минута Леон Уже с Даггерами Что с Империей Будет чуть попозже Даже боюсь узнать Если бы здесь Не Магнус Якорь В огромнейшем Плюсе Сейчас 250 по золоту И 500 по Экспириенсу Гирокоптер От Eternal Envy Уже С Хелма Файнер Айронвилл Так ульта у нас Пошла от Зевса Кого фата Просто прочекать Где кто находится Увидели здесь Сайлента Ну и Теу Сразу же фиссуру И отходить Сайлент Уже бегает С собакой Дэмэджа у Сайлента Достаточно много Пошел топорами Забрасывать По Ноутейлу Стан Баш точнее После первого же Удара У тролля Развалили Шейкера Фит от Ноутейла Почему бы нет Есть возможность Фидить Фид Ну здесь уже Этернал Энви На нижнем лайне Боун Севен Тоже здесь Боун Севена До сих пор Нет шестого Левела Одиннадцатая минута Идет у нас На карте Магнус стоял В соло И только-только Получает шестой Левел Загнали Магнуса Диким образом Ну Сайлент Чуть ли не в соло Все это сделал Пару раз Выходил Олвейс 1200 на руках Сайлент Перефармливает На тысячу У нас Этернал Энви Ульта Ульта Чтоб по мане Проседал Фата Ну это Представляете Да Как сильно Надо Кастовать Первым артефактом Для Фаты Появляется Даггер Из серьезных 12 минута Даггер На Зевсе Ну Зевс Очень классно Себя по фарму Чувствует 5400 Для него Против него Стоял Резолюшн 4600 Для Резолюшна Тоже Неплохой Вариант ПТ Есть Есть Огр Клаб Ну Талисман Резолюшн Первым делом В БКБ Как я понимаю Потом уже все остальное Квапа в это время Разваливает Шейкера у нас Келлинг Спри От Резолюшна Вместе с Йоку Понятное дело У Йоку Немножко Совсем остается До Даггера Вот все Деньги у Йоку На Даггер появились Есть Транквил Буцы Поэтому Поэтому И фармить Может Йоку И драться Все в общем-то Нормально для него Секреты Лузать начали Как к этому Относишься Ооо Я даже не знаю Как к этому Относиться Секреты Должны были Рано или поздно Начать лузать Не может команда Постоянно Идти хорошо Если форму Наберут К инту Я думаю Будем Очень интересно Доту от них Наблюдать Ну а как им Не лузать У всех В принципе Все обычно Кардиограммно То хорошо То плохо Ты на Альянс Посмотри Как они лузать После Интернешнала Позапрошлого Начали Там вообще Даже не лузать А просто Отсутствовать Во время Ката Поэтому В пользу В пользу Команды Команды Клауд Я все Жду Этих Крутых Замесов РП Колдаун Ульта Зевса Ульта Шейкера В идеале Конечно Для всего Этого Необходимы Даггеры Вот кому Не нужен Даггер Это Зевсу И тем не менее У Зевса Даггер Есть А вот кому Нужен Даггер Шейкер Например И Магнус У них Даггеров Нет И пока что Не предвидится Сильно Загнали У нас и Шейкера И Магнуса Игроки Команды Империя Но держится Еще Эмпайр Несмотря на то Что Клауда Серьезно давят Йоку Видит Ноутейла Агрид Моментально На себя Станут Венги Эхо Слем Пошел От Ноутейла Йоку Подкапывают Здесь Ноутейл Должен В принципе Умирать Йоку Опять На лоу ХП Опять Его станет Разоралась Квапа Здесь Развалили У нас Всех Кого Только Можно Было Минус Два Делает Резолюшн Забрали Йоку Дальше Погоня От Боун Севена За Резолюшн Ревиз Полярити Магнус Нею Зал 2 В 2 Подрались Файт Окончен Файт Окончен По моему В пользу Команды Клауд Найн Потеряли Двух Саппортов Нет Империя Здесь Больше Выиграла 510 По золоту Империи 1800 По Экспирианс Хотя Вроде Как Потеряли Двух Саппортов А Игроки Команды Клауд Найн Насами Забрали Оффлейнера И тем не менее В плюсе Оказались Империя Сайлент Разваливает Фату Вместе С Алоха Денсом Тут же Фессура У нас Пошла В Сайлента Сайлент ТП Аут Быстренько Просто Моментально Нет Сайлент С хайграунда Решил еще Настрелять Вообще Все Ни по чем У нас Тролю Толкните Его Кто-то Вниз Пусть Дерется Нет Сайлент Должен Отсюда Уходить Сэндж Покупает Сэндж Сэндж Иняш Уже Готов Доминатор Есть Надо Выходить В БКБ Потому что Дальше Хуже Будет И Подхилить Нечем Ни у кого Нет Урна в Шадоуз Нечем Абсолютно Хилить Сайлента Беднягу Сайлент С хайграунда Ловит у нас Шейкл Шот Мизери Разваливает Тролль Варлорда Просто забирает Доминейтинг Стрик Этернал Энви По Always One Афлай Два Колдауна Убивают У нас Еще и Алоха Денса Убивают Always One Афлай Убивают Сайлента Какого Черта Здесь Делал Сайлент Непонятно Почему Здесь Полтора Часа Надо было Тусить Тоже Неясно Какой Рассказ Есть У команды Эмпайр Что Можно Было Позволить Себе В неуязвимости Стоять И драться Если бы Сайлент Играл За команду Клауд Найн Где Там Из РП Из Фессур Шейкера Никто Не Выходил Я бы Еще Понял Почему Здесь Был Сайлент Вообще Не Ясно Может У него Свои Виды Как Эмпайр Как Расценивает Шансы Уточни Шансы Где Ну Сайлент В принципе По фарму Все хорошо Он Держится В топе С Этернал Энви На равных У Энви Уже Сэндж Есть Доминатор Есть Где Яша Яша Уже В курьере Тут Вообще Просто По моему Зеркальная Ситуация По артефактам Просто Фейсбуцы Против Пауэр Трэнс А так Сэндж Яша Ринг Офаквилла Хэлмов Доминатор И Сайлент Сэндж Яша Ринг Офаквилла Хэлмов Доминатор Фейсбуцы Ну вот Вам Собственно Отсутствие Разницы Вообще По факту Одинаково Собираю Что Тролля Что Гирокоптера Резолюшн Резолюшн Приобретает Себе Блэкинг Бар На 18 Минуте Достаточно Неплохо Первым артефактом Для квапы Покупается БКБ Понимаете Что Эмпайр Опасается Клаудов Не боится Но Как минимум Опасается Квапа Которая Боится Не пережить Раскасты Это В принципе Это верно Это верно Потому что В демидже Тьма Вообще Вольется Если Резолюшн Будет Не в БКБ Масса ультов Тьма Тьмущая А Леон У нас Практически Не промазывает Подкопами Поэтому Под РП Будет всем Очень больно И Эмпавер На гирокоптере Не стоит забывать Пока что Боунсевен Нет Боунсевен Качал Третьего левела Эмпавер Гирокоптер Тоже будет Как дурной Просто лупить Так Балентайн С 3 семерки Не уточнил Да Шансы Эмпайр Где и на что Окей Тогда Шансы Эмпайр Отличные Даггер Для Магнуса 18 минут 50 секунд Достаточно Неплохо При учете Того Как сильно Боунсевен У нас Терпел Йоку Уже давно С Даггером Но пока что Йоку Не очень себя чувствует 0-4 Идет Акс Один всего лишь Ассист Ну тут в принципе Якорь для команды Империя Клауд Найн Тысячу выигрывает По золоту И по экспириенсу Уже почти Не почти Но 4 Более 4 тысяч В пользу Команды Клауд Найн Гирокоптер На Рошана Под Эмпавером Нет Нет Дай ты Эмпавер ему Магнус Ты где? Без Эмпавера Гирокоптер Почему? До сих пор Не могу понять Что там себе Магнус думает Опа У Магнуса Даггер Фиссура Пошла у нас От Шейкера Тут даже Рассказ Как чудовищно Разрывает Империю То о чем я говорил Просто подставьтесь Просто подставьтесь От Империи Кусков не осталось Вы видите Даже Даже пятен нет То ли потому что В реке файт То ли потому что Так жестко их разнесло Бедняги Атомная бомба На голову свалилась Как же больно было Команде Империя Но вы видите Что Клауд Клауд Прощать не будут Как только Магнус Увидит цель Для РП Там Минус 4 Минус 5 В зависимости от того Сколько человек Попадает под РП И клауда Не просели Ни на копейку Вообще По хеллспоинтам Не били Потому что Эмпайр И высвапнуться И улететь Никуда вообще Нельзя было Единственный Кто не участвовал В файте Это квапа Это ее спасло Колдаун Дальше От Энтернал Энви Один удар Поймал Все В принципе Ничего больше Этернал Энви Не сделал Погоня От Алоха Денса У него есть Еул Кого-то можно зацепить Цепляют у нас Этернал Энви Эфисурова Алоха Денса Ну что Йоку даже боится выходить У нас Лагуна Блейд В Этернал Энви У него есть Аэгис И живет еще Этернал Энви Бон Севен Уехал у нас Чуть подальше Встает Геррокоптер И Сайлент в него Вгрызается Йоку уже здесь Калин Блейд Даже не успел провязать Минус 2 делает Команда Эмпайр И минус 3 При учете Сбитого Аэгиса На Геррокоптере 2000 золота 4200 экспириенс Еще и Магнуса Здесь ловят Рассказ под ноги На тебе Магнус 1416 Чет По итогам файта Еще 608 Сверху Для Империи И 1638 По экспириенсу Какие игры Ты будешь Комментить В ближайшее время Все игры Которые буду Комментить Будут анонсированы В группе ВК Заходи туда Подписывайся У нас немного Плавающей графики То есть сегодня Мы вообще должны были Айлигу Комментить Такая жара Скучно стала Комментировать Айлигу Пришли К матчам Которые мы Не стримили И перекомменчиваем их Поэтому Подписывайся В группу ВК Каждый мой Каст Будет анонсироваться Там за час Где-то там Ну или за Какой-то промежуток Времени Так со старта Сказать не могу В идеале Это будут Интересные матчи Топ-турниров По возможности Поэтому Пока что Неизвестно Кстати я тоже За Нави Дай пятюню Ноутейл Вместе с Мизери Под смоком У Леона У Леона Уже есть Еул Тут Леон Какие-то чудеса Просто творит Алоха Дэнс Ловит у нас Хекс Мизери Через Фингер оф Дэс Разрывает У нас Алоха Дэнс Йокуп По хп Просел Ушел отсюда Как можно Быстрее Фата Провязал Алтимейт Тоже В принципе Не зря Забрали Один фраг И это Неплохо По голде По экспе Плюсы Для команды Клауднайн Им надо Действительно Отыгрывать То что они Потеряли Они выигрывали Пять тысяч В итоге Потеряли Это преимущество Почти в ноль Скатились По экспириенсу Выигрывали Восемь До трех Скатились Ну файты Постепенно У нас Затухает Команда Эмпайр В общем-то Выровнялась По голде По экспе Клауда уже Не такие смелые А с другой стороны Не все ульты есть У клаудов Сейчас появятся все ульты И дальше Магнус Будет чудеса творить Есть в принципе РПшка уже Есть эхо слэм Нет разве что ульта Зевса Поднимает у нас Магнус Решили главную проблему Устранять со старта Боун 7 Бёрст дэмэдж Дикий вообще При том что Лина Еще Лагуна Блейд Не кастовала Винга в итоге Забрала у нас Магнуса Минус 1 делает Эмпайр И дальше И дальше пошел файт Так сагрит на себя Ноутейла Минус 2 делает Империя Дальше за Этернал Энви Кулдаун под ноги себе Этернал Энви Мизери Ждет у нас Сайлента Но должен уходить Этернал Энви Резолюшн Без Соник Вейва Развалили Без Соник Вейва Минус 3 делает Эмпайр Счет 17-17 По голде 1675 По экспириенсу 4600 Все это за один файт И теперь в плюс идет Российский коллектив Клауда у нас Как-то нарахитили Последние 4 минуты Такие мощнейшие Врывы Которые вообще Предполагались И которые по факту Один у нас был И где это все Непонятно Эхо Слэм от Шейкера Я видел Кулдаун от Гирокоптера На вообще На отходе Я тоже видел А Бон Севен Первый Кто у нас Под рассказком А Дэмпайр Попал И стерли его В труху просто Ты в твиттере Тоже Будешь Отписывать Когда катки будут Да В твиттере Тоже появляется Инфа Касательно Всех будущих матчей Абсолютно Всегда При любом Вообще Раскладе Фат у нас Пытаются поймать Йокуп Поздновато Наорал На улетевшего Зевса В итоге Убивают у нас Еще и Мизери Игроки Команды Эмпайр Ну Сайнет Очень круто Начал себя вести Такой прям Боевой тролль Все хорошо БКБ 10 секундный Есть еще ньюзал У гирокоптера БКБ еще нет Ну еще бы Сайнет опережает Гирокоптера На 3000 по фарму Гирокоптер Которому одну кнопку Надо нажать Для того Чтоб фармить Сайнет тут Переиграл Своего прямого оппонента Просто на 5 с плюсом Эмпайр 2000 по золоту Уже впереди По экспет Тоже на 2500 Вперед А по золоту 4000 для Эмпайр Не считая этого тавра Только-только Обновились графики Сайнет Приобретает себя Алтимейт Орб Готовится выйти В Скаде У Венжи Фулл Спирит Появляется Пауэр Трэдс Улвы Суна Флайт Также имеет Урну в Шадоуз У Квин оф Пейн В это время Блэк Кинг Бар Алтимейт Орб Боттл И ПТ для Резолюшна 3 стон на руках Можно выходить в Хекс Вообще будет не лишним У Йоку На Аксе Уже готовый БКБ Летит в Курьере Есть Даггер Есть Транквилы Мы это все видели У Сайнет Тоже видели Что есть Ну и Лина От Алоха Дэнс Угр Клаб ЮУ Поинт Бустер Ну и остается 1700 до появления Аганима Со стороны команды Клауд Найн У Гирокоптера Уже Готов БКБ И в принципе все 270 Твой Этернал Энд И все остальное Как у Как у Троля Только не считая Отсутствие Алтимейт Орба У Шейкера есть Даггер Поздравляем С этим Ноутейла У Зевса Уже Бладстоун С 8 зарядами Обливент Став для Фаты Я думаю В рефрешер Сразу же пойдет Зевс Леон С Юулом С Даггером Транквил Буци В Курьере Ничего Хекс для Резолюшена Ничего себе Только смотрел Только было там 3000 Неужели уже Лежали где-то В Курьере Или в Стэше У Резолюшена Артефакты Хекса для Резолюшена На 27 минуте При наличии БКБ В принципе Очень даже неплохо Третье место По фарму Немного отстает От Этернал Энви А это В Майнкере Гирокоптер Фармящий Гирокоптер Который Обязан по факту Всех здесь Экономически давить Ну Этернал Энви Проседает От Сайлента Причем Прилично 4000 уже Преимущества Сайлента На треть Перефармил Гирокоптер Эхо Слэм у нас От Шейкера Высвапывают Ноутейла Боун Севен В итоге По одному Алоха Дэнс РП Сайлент Провязал БКБ Развалили Боун Севена Дальше за Ноутейлом Убили Ноутейла Потеряли только Алоха Дэнса Резолюши на хосте За Мизери Хекс по нему Соник Вейв не будут жалеть В Мизери я думаю Нет или будут Да и так умирает Мизери Мизери в итоге умирает Выпадает из него Гем Об этом знает команда Эмпайр Ну что Сайлент Выкладывает Ух не успел Не успел забрать Гемона Сайлент Очень-очень шустрый курьер Да я хочу посмотреть в глаза Этому висенку Такой курьер Сайлент пока Квеллинг Блейд у нас выкладывал Курьер забрал Гем Не надо втыкать В большой семье Как говорится 3200 на руках у Сайлента В принципе все Сейчас Тавер падает И можно покупать себе Айов Скади И прекрасно об этом знает Сайлент Теперь вот Квеллинг Блейд поменяется На очень даже мощный артефакт 28 минута Сайлент 18400 по золоту 14000 у Герокоптера Продолжение рассказа Теперь Сайлента поймали Бэкэбэ у Сайлента Через секунду Поднимают его в подкоп Так Сайлент Вгрызается в Ноутейла Сжирает Ноутейла На ренже В Этернал Энви Резолюшн Наорал на всех Мизери на лоу ХП Поднимают ветра Мизери Йоку здесь Этернал Энви На себя Кайлинг Блейд По голове Леону Леон в таверну И дальше Йоку За Этернал Энви Ну тут Кайлинг Блейд Немножко просрал Акс Если бы Не потерял Данный скил В никуда То можно было бы Еще и Этернал Энви Забрать И он самая желанная цель Была команда Эмпайр Но по итогу 5000 По экспириенсу Для Эмпайр И 1100 По Золоту Тоже для Империи 30 минут у нас прошло Эмпайр 7500 По золоту 6000 По экспириенсу Начинают давить И давить Начинают Повсеместно Вообще Внешних товаров У клаудов Не осталось Вы крупные турниры Будете стримить? Конечно будем Да Такие как Интернешнл 100% будем Просто таких Как Интернешнл Вроде как бы Немного Но если будут Еще такие Как Интернешнл То будем И их стримить Интернешнл По моему Можно всем Стримить Поэтому Да Без вопросов Куда же мы Денемся Подписывайся С удовольствием Будем тебя Наблюдать У нас У Магнуса Уже есть Даггер Есть Форстаф Есть Аркан Бутсы 10 тысяч Империя По золоту По экспириенсу 8 Тоже для них Ну Рассказ Тут команды Клауднайн Что-то В никуда Отправляется Рецепт На рефрешер Орб Появляется Уже Для Фаты У него Есть 1100 На руках Остается Всего Ничего 800 Копеек Заработать И будет И будет 2 ульта А это Плохо Для команды Эмпайр Как минимум Плохо Ну что Готовится Резолюшн Выйти у нас На Зевса Даггер Аут от Фаты Но Тейла Не видели Ну Разброт И шатания Какой-то От Эмпайр Начался Ничего Интересного Не происходит На карте Потому что Империя Просто не Видит Своих Оппонентов У них Нет Зевса Который Мог бы Прочекать Ситуацию На карте Под смоком Резолюшн Через Мидлейн За ним В принципе Все Кроме Йоку Почему Йоку Не с ребятами Кто будет Агрить Кто будет Танковать Может Йоку Для вида Специально Стоит На Лайне Сайлент Выкладывает Аквилу Будет Забирать Себя Эгис Не успевает Команда Клауд Как я понимаю Сюда Ворваться А вот Здесь В узком Проходе Конечно Жесть Что Случилось Бесс Эмпайр Если бы Клауда Имели Вижен И Возможность Ворваться Аэгис На тролль Варлор Мы видели Как тролль Отжирается Со всех Просто Включая БКБ Даже если На лоу ХП Сайлент Главное Дать ему Цель Под батл Трансом Через Милишную Атаку Сайлент В принципе Бессмертный Еще и Аэгис Еще и Куча статов За счет Скади Да не только Скади Еще и Сэнжин Т1 Сайлент Должен Т3 Точнее Сайлент Должен Съедать Бон Севен Стопит У нас Сайлента РП В одного Тролля Но это Не проблема Always wanna fly Высвапывает У нас Сайлента Умирает он Но уже Здесь Уже На спуске Йоку Здесь Йоку Включает БКБ Кулдаун Пошел У нас От Этернал Энви Минус 2 Делает Клауд Найн Теряют Только Шейкера Сайлент Валить Бон Севен Без Кьюра Поднимают Ветра У нас Сайлента Уй Проблемы У команды Империя В Хекс Отправляют Сайлента Фата Уже здесь Верхняя И сейчас Сайлента Просто-напросто Не будет Его Оставляет Фата Его просто Оставляет Чтобы бежать За резолюшн Уппа По-быстрому Улетела Отсюда Троих Потеряли Игроки Команды Импайр Разменяли На Одного Шейкера И Т3 Ну это плохо Такие размены Никому не нужны 1400 по голде Клауда 2800 по экспириенсу Тоже Для команды Клауд Найн Но Импайр Сейчас должны Уже терять Своё преимущество Как-никак Развалили Важную Важную Персону Сайлента Тролль Варлорда Который Первый по Нетворцу У Этернал Энви Есть Талисман Увейджен Есть 3500 На руках И остается 700 голды До появления Бабочки А Сайлент У нас Пошёл в криты А не в МКБ Фейл Не планируешь Приглашать Известным Стримеров Или игроков Приглашать Куда Я понял тебя Конечно Нет Пока не планирую Пока Мне одного Известного Стримера Хватает На моём Стриме И игрока В одном лице Пока что Нет Возможно В дальнейшем Получится Но вообще На самом деле Известные Игроки Вот и такая Практика По моему Безинтонационно Безинтонационно Без выделений Ну По моему Одно дело Играть А другое дело Комментировать То есть Либо играй Либо комментируй А как эксперта Приглашать Не знаю Для меня Дота Это в первую очередь Экшен И Ну и шоу Как никак Это спорт Это спорт Это шоу Это эмоции Это нервы А если Посвящать 40 минут Времени Из 50 Сыгранного Аналитики И разбору Полётов Не знаю Есть студии Аналитики Есть те места Где это более Ну более уместно Вот поэтому Практика Это не нравится Если вдруг Какой-то будет Супер яркий игрок Который Захочет Со мной Комментировать С удовольствием Конечно Если он Действительно Как комментатор Будет Что-то из себя Представлять Ну что Возвращаемся к матчу 10 тысяч Импайр по золоту По экспириенсу 4 тысячи Тоже Империя О каком Гудханте Что ли Ну что Гудхант играл В доту Когда-то Нет Не о Гудханте Я говорю О серьезных Аналитиках Серьезных Игроках И серьезных Коллективов Которые Отложили У нас Дота Деятельность И занимаются Комментированием Теперь на Профессиональных Основах Сайлент Ловит у нас Ноутейла Ноутейла Развалили Тут Лагуна Блейд Тут Линны Вообще Не простила Шейкера Ловят Еще и Бонсевена У нас На топ Лейне И Этернал Ленви Отправляется В таверну Даблкил От Йоку В данном Файте Где Сайлент В это время Сайлент На Мидлейне Ему Вообще Неинтересно Все Что Происходит На топе Они Здесь Бонсевена Забрали Три Киламно От команды Импайр Пять Девятьсот По экспириенсу Тысяча Девятьсот По золоту Нет Недры духа Ребята Я не могу Называть Вслух Ничего Это Дискредитация Лично Меня И вообще Нельзя Это Некомпетентно Просто Какой-то Игрок Из некогда Какой-то Очень крутой Команды Которая Сейчас Очень крутая Которая Работает В какой-то Там Студии Все Это Я сам Придум Плод Моей фантазии Нет Таких Игроков Алоха Дэнс На Хайграунде Уже Команды Клауд Най Минус Одна Сторона Сайлент Против Фаты Сайлент В принципе Может Здесь Неплохо Попайтится У него есть БКБ Главное Не подстрять Стан Ловит У нас Сайлент Ничего Его не бьют Ульта Пошла От Фаты Фату Расковыряли Кираса Появляется На Резолюшне Дальше Вниз Дальше Бит Резолюшн У нас На Хайграунде Поднимают Ветра Йоку Ну что Здесь Сделает Мизери Манодрейном Йоку Не убить Подкоп По нему Не будет Фингер Пес Вообще С тем Мидом Не самая Страшная Потеря По итогу Файта 2400 Отковыряли Игроки Команды Клауд Найн По золоту И 7300 По Экспириенсу Что за Фит От Эмпайр 2-3 Раза И Становится Понятно Вообще Как Проигрываются Катки С нереальными Камбэками 12000 Эмпайр По Голде Сейчас 7500 По Экспириенсу И Приз За Самого Понятливого Зрителя Отходит У нас Отходит Отходит Да Все верно О нем Я и говорил Этернал Энд Выходит У нас На Мид Лейн Бедняга Тавер Тут Этернал Энви Под Эмпайром Тавер Тавер Просто Сыпется Вообще В секунду Сайлент До сих Пор В таверне Ну и Что Стоит Команде Клауд Найн Еще Один Такой Мощный Рассказ Дать И Перевернуть Всю Команду Эмпайр Вверх Дном По Артефактам Мы давно Не обращали Внимания У нас Какие-то Задушевные Ламповые Посиделки У Лины Есть Аганим Есть Юл 1900 На руках У Алоха Денса Блин Даггер Для Акса Кримзен Гвард Плейт Мэйл Готовится выйти Скорее всего В Шиву Потому что Кирасу я видел Уже на Резолюшене Так и есть Резолюшен Забирает себе Кирасу Сайт оф Айс БКБ МКБ Появляется На тролль Варлорде В принципе Что надо Тролю Тролю Остался Только Сатаник До фулл Закупа В 43-44 Минуте Сайлент У нас Должен быть Шестислотовым И полностью Запакованным Давно Рубеж В 5К Подписчиков Преодолели Ребята Рубеж В 5К Преодолелись Сегодня 4880 Эти Злополучные Наши Сегодня Превалили Ну что По золоту Эмпайр По прежнему Впереди По экспед Тоже Впереди 5000 Что По подписчикам А ну-ка Давайте глянем Кстати Не забывайте Кто новенький Зашел Нажимайте Фоллоу На Твиче Будем Очень вам Признательны Я лично И конечно же Группа ВКонтакте Тоже заходите Подписывайтесь Чтобы Не пропускать Анонсы Дальнейших Каток Ну и там Есть Твиттер Если хотите Фоллоу На Твиттере Жмите Там тоже Все катки Грядущие Прошедшие Будут И инфа У них И инфа О будущих Кастах И Канал Ютуб Там все вводы Короче Постарались На славу Ждем Ваших Подписок Буду Очень даже Признателен Резолюшн В опасности На самом деле Зачем он Находится На чужой Половине Причем В соло Да Савин Тут вторая Боевая Лягушка От команды Эмпайр Выходят На Рошана Эмпайр 42 минуты Уже сыграли Они по прежнему В плюсе По всем показателям 12 голда Но это не так уж На самом деле Много Один приличный файт И клауда В принципе Могут перевернуть У них есть Жесточайший Раскаст Главное Его провязать Даггеры У всех У кого должны быть Есть Единственный Кто без даггера Это Герокоптер А так по моему Шекер с даггером Фата с даггером Мизери с даггером Магну с даггером Тим даггер Просто полюбуйтесь На них Со стороны команды Эмпайр У Йоку Даггер У Алоха Дэнс Сайлент Без него обходится Сайлент Себе шестой слот Фармит Сайлент тут просто Очень боевой Он не мобильный Но очень боевой Ну и с руки Посмотрите на количество Дэмэджа тролля Что пошел у нас Врыв в Этернал Энви Резолюшн Высвапывает у нас В итоге Этернал Энви Резолюшн На лоу хп Тут очень сильно Этернал Энви наваливает Вот невероятно Мощно Под импауэром Дикий вообще Дэмэдж забрали В итоге у нас Еще и Сайлент На лоу хп Пытался уйти Фата Добивает у нас Сайлента Минус 4 делает Клауд Найн Я боюсь даже Смотреть Файт Рекап Сколько там Отвалилось Для Клаудов Что? 760 Мне пишет Даже за Ну 760 Это за одного Тролля Тролля-ля Йоку Ловит у нас Ракету Ну тут уже Никто за ним Не пошел По графикам Сейчас увидим 12 с копейками Было преимущество Эмпайр По экспириансу 6 было для Эмпайр Сейчас узнаем Сколько там В итоге По золоту Стало Потеряли 4000 по золоту И 6000 По экспе И Роха Падает Для команды Клауд Найн Этернал Ленви Забирает Аэгис 4200 На руках У Этернал Ленви Собирай сатаник Вообще не знай проблем Или МКБ Или что угодно Да Собирай МКБ И плюй вообще Хотя БКБ есть Зачем да Зачем здесь МКБ Промахов в принципе Ни у кого больше нет Никто не может Их организовать Кроме Тролля Со своими Ревелин Аксис По артефактам По новому У Тролля Ничего Не появилось Сайлент умер И умер Как не Вообще В неприятное Абсолютно В ненужное время Умирать после 40 минуты Троллю противопоказано У Лины Тоже Никаких Обновлений У Йоку Есть Шива Уже наконец-то Кримзен Гвард БКБ Даггер И Транквилы Мы это видели Квин оф Пейн 2600 на руках Резолюшену Надо собираться В Я даже не знаю Аганим Уже нет смысла Собирать Это уже поздновато Что Квапе Может здесь Помочь В данном матче Возможно Возможно Какая-то комплектация В Хеллспоинты Потому что Он очень сильно Бьет Этернал Энви Так Йоку у нас ловит Ноутейла Квапа в это время Отлетела Резолюшен возвращается В файт Ну и Йоку просто Развалил у нас Ноутейла В соло Без проблем Да, Резолюшен подошел Но немножко попозже И Хекс Произал В принципе Тоже важно Но бросили у нас Йоку Беднягу Йоку конечно не струсил Йоку файтился До последнего Шейкер Форстав Ну вы поняли Ага Я говорю Противопоказанный Я не говорю Что вредно Нет, не вредно Тролю Тролль умирает И возрождается Через там 80-90 секунд Умирать Тролю Не полезно Никогда Но на ранних лвелах Это еще Не критично Когда ты в таверне Сидишь 30 секунд И Никто не пойдет Пушить твои стороны Как только ты умрешь Теперь после 40-ой минуты Любая смерть роля Это Просто красная тряпка Для команды Клауд Найн Баковать на хайграунд Сносить Т4 Сносить Трон Квапия хрень бы Эту новую Которая КД уменьшает Согласен Да И Лотос Ор Ну что Развалили у нас В итоге Мизери РП от Бон Севена Колдаун Пошел от Гирокоптера И смотрим за Сайлентом Сайлент на лоу ХП БКБ Узает Гирокоптер Олл Сон Афлай Высвапывает Сайлента На лоу ХП Этернал Энви Не умирает И по прежнему Лоу ХП И там еще и Аэгис И трипл килл уже От Этернал Энви Йоку в итоге Забирает у нас Аэгис С Гирокоптера Ну и что И все И вот и что И все Команда Эмпайр В пятером разваливается Это Тим Вайп со стороны Клауд Найн Три четыреста По золоту Восемь четыреста По экспириенсу По моему Это начало конца Смотрим на байбеке Байбек есть У Резолюшена Со стороны Команды Эмпайр И на этом Давайте остановимся Больше байбеков От Эмпайр Ни у кого нет Что это означает Это означает Что Гирокоптер идет И сносит Все что вообще видит Надо пушить команде Вместе с Этернал Энви Он первый должен быть Кто пойдет пушить Сюда уже летит У нас Зевс Но сторону потеряли Сто процентов Отдефать ее не получится У Гирокоптера Сейчас руки Двести сорок Был бы Магнус Было бы побольше Эмпайр Эмпавер как никак Дальше бьется Сайлент Накопил себе денег На байбек Сразу же выкупился Команда Клауд Найн Разворачивается назад Это означает Что у Сайлента Еще 5 минут Не будет байбека И это означает Что Сайленту Нельзя умирать Если он умрет Второй раз Команда Клауд Найн Прощать Эмпайр Не будет Для этого все и делалось Развести либо Сайлента Либо Резолюшена На байбек Резолюшен до конца У нас продержался Ему не было смысла Байбек отца Сайлент бедняга Потратил кучу денег Вообще на ненужные вещи МКБ появляется Для гирокоптера Дэмэджа теперь Вообще Ужас как много 350 просто с руки Не считая Эмпауэра Ну это просто истерика Теперь у гирокоптера С руки 430 442 432 Прошу прощения Нет 442 Все правильно я посчитал У Шейкера Дайгер Форстаф Ну в принципе Наутейлу ничего не надо Ему надо ворваться Раскастовать Все и уйти Так 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 Знаю я ваши секунды Давайте перематывать Секунды Что-то затянутые Все Отжали паузу Как хорошо Ребродкастить Команда Эмпайр Под смоком Во вражеский лес Ждут Кого бы здесь найти Вся команда Клауднайн Здесь Фата Провязал Нет не провязал ульт Ждет своего часа У Фаты Есть Аганим Есть Рефреш Рор И это Это ужас Что будет с Линой Например Что будет с Вингой Мне кажется Винга вообще может и не пережить Ничего Тут ваилов Дискорд Необходимо еще Шейкеру Или кому-то Эмпайр готов заходить На хайграунд И здесь их очень неприятный Прием ожидает Алоха Денс Просто разведал Обстановку Ушел оттуда Пришел Рассказал пацанам Говорит они там Они вообще там дикие Лучше не ходить туда Сайлент мечется Как не ходить Зачем я фармил 49 минут Куда девать Все эти артефакты Деньги Пошел мстить Эншн там Как неприятно Сэнш сработал на А нет Все таки да Все таки дракон у нас Отошел на необходимое расстояние Ну что Ноутейл Врывается у нас в Сайлента Сайлент на лоу хп Развалили Вингур Развалили Сайлента Байбека у Сайлента нет Как могли Эмпайр проиграть с таким преимуществом Вот так Подставился Сайлент Тут просто один несчастный Вот этот вард Который сейчас стоит 75 копеек Решил исход матча Многомиллионного вообще Тут заработали все Очень много Теперь не будет Сайлента Еще 80 секунд Резолюшн в соло Вряд ли здесь справится Ну Готовится подходить Резолюшн Готовится подходить Йоку Алоха Дэнс у нас Скорее всего сгорает здесь Да Мизерим Через Фингер оф Дэс Развалили Еще и Винджи Фулл Спирит Ой Винджи Фулл Спирит Развалили Лину Точнее на которой Играл Алоха Дэнс Но Этернал Ленви Без проблем Может спокойно Теперь переходить На любую сторону И делать с ней То же самое Что сделали с Мидлейном Вторая сторона падает Тут единственное счастье Для команды Эмпайр Это то что Т2 стоит по прежнему Сайлент Еще 40 секунд Будет в таверне Мне кажется Запахло ГГ На известный Музыкальный мотив Фата Врывается у нас На Always Wanna Flyer Фиссура пошла Вот Ноутейла Always Wanna Flyer Увозят Под паровозом Просто Анну Каренину По имени Винджи Фулл Спирит Разнесло Бон Севен Не пожалел Абсолютно Игроков команды Эмпайр То же самое Что в принципе Делали с Бон Севеном На ранних минутах 38-33 Тут по фарму Эмпайр Выигрывали 12 тысяч Сейчас проигрывают 5 И это еще не предел Это графики не обновились По экспириенсу Проигрывали 8 Сейчас выигрывают 3 Ждем обновления графиков Я думаю за 12 Здесь должны перевалить графики Ну-ка, ну-ка Не обновились Ладно, подождем Пообновились 12 тысяч С 12 на 12 Как хорошо себя чувствовали Эмпайры И Какое дичайшее похмелье У них теперь 6 тысяч По экспириенсу Также выигрывают Клауда Но этой копейки Все на 52-й минуте Важно только вот что Важно это Падение огромное Эмпайр И то, что графики Ползут не случайно Вниз В пользу команды Клауд Найн Гирокоптера Непонятно чем Контрить Ну что, врывается Йоку у нас На Мизери Разорался Резолюшн Мизери убили Гем лежит на земле Брать его Никто не будет В это время Ноутейл у нас От Сайлента Начинает немножко Проседать Ноутейл уходит Колдаун И ловит у нас Сайлента В риверс полярити Колдаун По нему Спиной стоит У Леона Данную игру Своими глазами На вторую игру Данного противостояния Катка в формате Бест оф 3 Пока что Клауд Найн Выигрывает 1-0 Кто там спойлерил Не спойлерил Это все абсолютно фиолетово Игру мы все равно Посмотрим Так что ждем 2-3 минуты И подключаемся Ко второму матчу Пока что не забывайте Подписываться на наш канал На Твиче Заходите в группу Вконтакте Группу на Ютубе Твиттер Все что вам Будет угодно Напомню еще раз Это студия Игрокам ТВ У микрофона друг Ну и Что И у нас на повестке Последний матч Сегодняшнего дня Клауд Найн Против команды Эмпайр Увидимся там А может и не один Может два Не знаю как там Закончилось противостояние Все услышимся Через 3 минуты